На прочей неделе в Хасавюртовском районном центре традиционной культуры народа в России прошел семинар-совещание по теме вербовка.нет, где речь шла о сети интернет, то есть о влиянии сети интернета на неокрепшие умы нашей молодежи. Мероприятие проходило в рамках профилактики терроризма и экстремизма, проводилось молодежным центром района, отделом АТК муниципального образования Хасавюртовского района и отделом медицинской культуры и спорта делам молодежи. При поддержке Министерства по делам молодежи Республики Дагестан с участием сотрудников данного министерства. Уважаемые участники, уважаемые представители, уважаемые гости, сегодня мы здесь проводим семинар-совещание. В первую очередь, конечно, я хочу вас приветствовать от имени главного муниципального образования Хасавюртовского района Салава Джамат Шапиевича, всех вас. Сегодня к нам приехали представители Министерства по делам молодежи Республики Дагестан. Я приехал Кайдар Беков Мурат, это ведущий сотрудник Министерства по делам молодежи. И дальнейшее ведение, я хочу, конечно, представить ему слово и дальнейшее ведение дать ему слово. Ну, для меня Хасавюрт уже далеко не чужой город. Буквально весной я приезжал сюда и мы проводили семинар в одном местном колледже. Да и в прошлом, несколько лет назад мы с внушительной просветительской делегацией обижали ваши села. Села Хасавюртовского района, Балчинет, Булла Ахмад. И все вроде бы неизменно. Все в строю, и я, и вы, и они здесь. Также неизменно одно. Есть что-то общее между тем и выездом, которые были в ваших села, когда мы приезжали к вам на дому, и между сегодняшней встречей. Как вы думаете, что? Что общее между тем и этим, так сказать? Что общее? Ну, кроме того, что мы здесь, по-прежнему, действующие лица, как и вы, сидите здесь. Что общее между тем, что мы проводили тогда и сейчас? Как вы думаете? Тема. Ну, как вариант, годится, да. Еще? Проблема. Совершенно верно. Мы понимаем, проблема, и проблема действительно, она есть и остро стоит. Еще? Еще неизменно одно, кроме озвученного. Мы, родители, педагоги, работники администрации, работники органов власти, желаем вам блага. И хотим вас обезопасить от многочисленных внешних угроз. Вот это правило, оно неизменно. Кто бы здесь находился, кто бы там вместо вас не сидел. А ведь угроза, она действительно есть, да? Был такой американский фильм о Сталинграде, может быть, вы смотрели. Называется Enemy at the Gates. Враг в ворот называется, да? А враг сегодня ближе. Он постоянно находится с нами. Эту врага называют как гаджетом. Особенно это касается, если речь идет о школьниках. Обязательный контроль, обязательно ограничение. Без этого эти люди стали какими? Зомби. И даже в России, в нашей стране был случай, что сын убил свою мать, потому что она забрала его с компьютера. Забрала, не дала играть в компьютерные игры. Будет такие случаи, понимаете? Нельзя говорить, что это вам далеко в России, вам мусульмане и так далее. К нам тоже это потихонечку подбирается. НДЛ, конечно, что такое повторилось. А дальше, пожалуйста, следующий слайд. Очень важное правило в интернете, это максимально законспирироваться. Мой вам совет, человек, который достаточно долго занимается этой проблематикой, не размешайте в социальных сетях личную информацию. Желательно закройте аккаунт, заводите его криватно. Мобильный телефон, адреса, электронная почта, где вы живете и так далее. Особенно группы, которые вы посещаете, фото, под которыми вы ставите лайки и так далее. Все это находка для мошенников-вербовщиков. Как работают вербовщики? Они не пишут там речку сразу. Они просматривают вашу страницу. Что вы смотрите, какие у вас предпочтения, какие игры вы играете, какие группы посещаете. И от этого образуется что? Как называемый психологический профлайл называется. Портрет психологический. И он знает, какие у вас слабые стороны, какие сильные стороны. И потом уже пойдет общение, где лично. Дальше. Следующий слайд. Вот такой и цифровой портрет. Попомните, все, что вы сегодня публикуете, делаете репост, размешаете, это может аукнуться и бумерангом вернуться к вам в замок. Это и цифровой портрет. Это и зеркало вашей души. Во-первых, могут увидеть кто? Одноклассники. То, что вы там размешаете, какие фото у вас ставят. Друзья, знакомые, родственники, родители. Или, если вы дойдете до того, и вы дойдете, когда вы в семье, и так далее, да? Ваши дети будут. И скажите, у кого отец АКС, да? Жук. Или мама, смотрите, что она там, и так далее. Чтобы не краснеть завтра, сегодня нужно об этом подумать. Знаете, еще раз говорю, социальная сеть ваша. Ваш аккаунт – это цифровой портрет, который отображает вашу сущность, ваше ноутро и так далее. Дальше. Это пока пропустим. Следующий слайд. Это, в принципе, одно и то же. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Вот такие случаи тоже бывают, да? Это просто аллогизм какой-то, да? Противоречие. Человек пишет, вот, человек пытается закрыть свой аккаунт. Он пишет, мистер аноним какой-то. Пишет, Лондон. И тут же делает отметку в школе номер 32 в Москве. Что находится в этой школе, имеется в виду? Он что, с Лондона и с Москвы? Сам себя, да? А бывает случай, что человек пишет вам что-то, или закрывает аккаунт, и фото стоит с машиной рядом. А там номер телефона, и что? Регион. Или рядом там уличные, это, сновые, да? Указатели стоят. Или там улица какая-то. Или по местности, по локациям можно сделать вывод, что это город какой-то, да? Там Москва, или Санкт-Петербург, или Махачкала. Вроде бы закрываете человек, но с другой стороны он открывается. Это вот тоже нельзя. А дальше? Это пропускаем. Дальше? Сетевой интикер, друзья мои. Сетевой интикер. Нельзя искажать, смеяться, подкалывать, прикалываться над чужими фотографиями. Выкладывать цель насилия и унижения. Когда будет какая-то драка, да? Или, как вы говорите, непонятно, какая-то бывает, да? Или ДТП, страшнее всего. Что мы делаем, в первую очередь? Помогаем человеку спастись, который может потерять через минуту свою жизнь. Или что мы делаем? Следующее, грубить, оскорблять в комнатах, в личке. Не делайте то, что вы не будете делать в реальном общении, да? Мы же обычно в реальном общении себя позиционируем как какими людьми? Этичными, культурными, воспитанными людьми. А в комнатах идет своя грязь. Потому что вы видите, что он закрыт, там, ну, ник там, какой-то, и нельзя так делать. Если ты достойный человек, ты будешь достойен и в реале, и где? И в виртуале. Использовать чужие материалы, естественно, для разрешения. Делать репост, смеяться, когда мы об этом говорили. Дальше, будь вежлив, дружелюбен, естественно. Откажись от общения с неприятным человеком. Незнакомцем, которые настоятельно пытаются вам залезть в душу, скажем так, да? Добавьтесь в список черный его, и все дело с концом, и так далее. Ну, конечно, если тебя обижают родители, то есть, интернет тебя обижает, то обратись к родителям. Следующий слайд. Это можно пропустить. Следующий. Вот у вас этот слайд. Я думаю, что он будет последний у нас. Не затягивать слишком. Друзья мои, помните, виртуальная жизнь и переход границ в этой виртуальной жизни может закончиться реальным тюремным сроком. Обратите внимание на статьи. Неправомерный доступ к компьютерной информации. Пять лет лишения особо, до пяти лет. Клевета. До пяти лет. Оскорбление кого-то, до трех лет. Мошенничество, до десяти лет. Нарушение авторских прав, до десяти лет. Публичные призывы к осуществлению стремистской деятельности, до пяти лет. И это ужесточается. Сегодня речь идет о семи годах, а то и больше. Ну и, возможно, ненависти, ворожды, унижение человеческого достоинства. И все это карается реальными тюремными сроками. И даже в Хосевернинском районе, я приведу вам один пример. Один 16-летний подросток поставил то ли лайк, то ли репост, то ли поддержал какую-то экстремистскую тематику. И за это человек попал под уголовное преследование. Вспомните, еще раз говорю, то, что вы пишете, это все мониторится. Обязательно мониторится. И не думайте, что если вы хиспали, историю удалите, она не удаляется ни в коем случае. Ваш провайдер, который вам предоставляет, он об этом знает, что вы посещали. И однажды соответствующие структуры безопасности, к ним обратятся, скажут, вот такой там Магомедов Магомед, что там, какие сайты посещал. И досье. Вот так. Вы слышали о форуме Машук? Форум Машук такой есть молодежный, Северокавказский, да, форум, да? А там проходит достаточно жесткий отбор, да? Я знаю, что вот лично был свидетелем, руководитель дагестанской делегации предоставил списки органов. Вот эти ребята из Дагестана хотят поехать в Пятигорск. И органы сказали, вот эти уберите. Почему? Вот вам показали. Я не буду говорить, что там дома. И в заключении. Уважаемые педагоги, опять же я обращаюсь к вам. Я эту презентацию оставляю здесь. Уже оставил на рабочем мастере. Можете себе скачать, использовать. В принципе, по каждому этому слайду можно отдельную лекцию сделать. На самом деле, тема очень актуальная на сегодняшний день. И до этого тоже было, и, наверное, после будет. Все, то, что здесь сказано, и будет, наверное, сказано, тоже это все правильно и досконально вам доведено. Единственное, я еще хочу затронуть один момент в жизни, который у нас всегда случается и практикуется. Это то, что, например, мы в банк идем, в банкомате стоим, подходят к нам люди, просят нас привезти деньги. Вот этот момент в основном не учитывать, никто не говорит. Есть случаи в практике, которые арестовали человека за то, что перевели, мы помогли человеку, на самом деле перевели деньги на другой счет, а получилось, что мы оказали помощь боевикам. Поэтому, еще раз, тоже такая практичная вещь, пожалуйста, если другие моменты и так не будет, с телефонов, не знающим человеком, через банкомат, тоже не переводите, потому что факты в случае есть. Это одно. Второе, касаясь этой профилактики идеологии экстременного терроризма, я скажу, что у нас в районе, в Хасавитовском районе, этот вопрос очень контролируется и очень усугубленно проверяется. Председателем интеррористской комиссии, это глава нашего района Салава Джанла Чапиевич, всяческая помощь, все мероприятия, которые мы начинаем или хотим начать, поддерживаются. Просто скажу, что и вы, наверное, все школьники, и учителя, и педагоги знают, что во всех школах уже висят и плакаты, агитационные листы, мы развиваем, которые на сегодняшний день мы еще заказали, еще плакаты больших размеров и сельские поселения, тоже из-за методов профилактики идеологии экстремензма. Поэтому, ребята, все, что сказано, все, что делается, это делается ради вас. Мы как будто уже взрослые, все понимаем, все видим. Поэтому вся дальнейшая жизнь или судьба зависит только от вас, поэтому будьте осторожны, будьте бдительны и вся успехов в вашей учебе и в дальнейшей жизни. Слово хочу представить руководителя отдела просвещения Хаси-Утс-Карона при Мухтиаде Республике Дагестан Амир Алиев Майорасул Алиас Павлович. Саламу алейкум, ахмадуллах, уважаемые братья и сестры тоже. Вот, хотел бы, вот, как раз актуальная тема про интернет, и мы часто говорим про терроризм тоже. Часто затрагиваем эту тему. Конечно, всем эта тема надоела, да? Надоела тема терроризм, но почему мы о ней говорим? Почему мы постоянно о ней говорим? Потому что, на самом деле, кто-то может сказать, ведь их нет у террористов, да? Но, ведь, а ведь интернет зато есть, правильно? Если бы интернета не было бы, можно было бы границы закрыть, никто лишний не зашел, да? Мы сами со своими убеждениями. Но свобода интернета же есть. Каждый человек может сегодня, на завтра свои убеждения поменять. Потому что, может, конкретный обученный психолог потянуть его в какую-то вот сторону, в какую-то русло, которое ему нужно, как раз таки, или ему выгодно. Поэтому мы часто затрагиваем тему терроризма и говорим, кто такие террористы и что такое ислам. Потому что мы часто должны говорить о решении проблем, чем больше о проблеме. А решение проблем, уважаемые братья, это изучение религии. Нужно религию знать. Не зная религии, мы не знаем, от чего нам остерегаться. Когда ты знаешь свою религию, тебе что-то новое туда навязать никто не может. А когда ты не знаешь его, и тебе чистую религию пытаются внедрить извне, вот тогда ты уже сомневаешься. Тогда ты уже думаешь, так ли это. И начинаешь этим вопросом идти к близким, подходить не к тем людям, которые тоже не особо разбираются, которые тоже с интернета что-то где-то услышали. И получаешь неправильную информацию. И из-за этого на этом строишь свои убеждения и начинаешь в этой сфере, как-то можно сказать, отходить. Ну, вообще, уважаемые братья, религия, ислам, мы знаем слово ислам, салам, от слова салам, да? Мы приветствуем, правильно, друг друга приветствуем. Каким приветствуем? Ас-саламу алейкум, правильно? Если перевести, как будет? Мир вам. Каждый день, каждый раз, когда мы друг друга видим, с утром будет это. Когда бы мы не виделись, мы говорим, мир вам. Религия ислам, которая призывает к миру, говорит всегда мир вам. Поэтому религия, ислам и террор – это две противоположности. Вообще, террор – это явление социальное, а не религиозное. Но, конечно, эти люди, террор, они используют религию ислам, они используют свои корыстные цели под лозунгами ислама. Для своих каких-то целей. Они используют религию ислам, у них есть для этого какая-то цель. Людей напугать ислам. Для чего людей пугают ислам? Потому что рост ислама в мире колоссальный. Почти два миллиарда мусульман. Это очень много. Рост мусульман растет. Когда есть истина, вокруг этой истины люди собираются. И таким образом, враги ислама может в какой-то мере бояться, чтобы как одна семья росла очень большое количество людей. Таким образом, враги ислама, они чуть испугались и начали пугать людей исламом. Создали таких, как террор, людей, которые убивают и говорят Аллаху Акпар. Для чего? Чтобы думали те, кто говорят Аллаху Акпар, это бандиты. Это плохие люди. С этими людьми нельзя связываться. Для этого это и делается. Для того, чтобы напугать людей от ислама. В какой-то мере у них это и получилось. Например, могу свой пример привести. Я в комментариях писал, смотрю, один человек пишет в комментариях, что Бога нету и так далее. Я могу любому доказать, что не существует и так далее. Но мне чисто интересно было поговорить. Я спрашиваю, ну докажи, послушай, интересно было этого человека. Он мне говорит, ты, говорит, мусульманин? Я говорю, да, мусульманин. Он говорит, а, с тобой, говорит, я разговаривать не буду. Я говорю, почему, в чем причина? Он мне отправил картинку, ислам, да? Как человек с бородой, похожий на мусульманина, говорит Аллаху Акпар и убивает ребенка. Вот, говорит, ислам. Мне об исламе ничего не нужно говорить. Цель выполнена, да? Люди боятся ислама. Напугали людей исламом таким образом, чтобы все люди боялись его. Но, в первую очередь, сами мусульмане должны свою религию знать и говорить, что наша религия к этому не призывает. Наша религия призывает к самому честному и самому справедливому. Здравствуйте, уважаемые гости, дорогие мои земляки. Спасибо, что вы, несмотря на то, что вы все очень заняты, приехали сегодня, чтобы обсудить такую актуальную на сегодняшний день тему. Я человек, который каждый день контактит с детьми, который каждый день в окружении детей. У меня большая просьба, вот здесь я вижу, из города тоже есть, это школа, колледж, что у вас? Колледж, по-моему, да? Просьба к другим школам тоже. Вот у нас уже третий год идет запрет на телефоны в школе. Пожалуйста, вы тоже ведите такое у себя в школах, потому что они очень опасны. Мы уже несколько лет сталкивались с тем, как ребята могли вести заблуждение. Хотя мы каждый месяц, да и вы тоже работаете, вот из правоохранительных органов приезжают, из АТК приезжают. Все вот эти наши организации, мы совместно проводим работу и против террора, и по части безопасности в сети интернет. Но тем не менее, если они, ваши дети, будут пользоваться и на уроках, и во время перемены телефонами, вам будет тяжело. Хотя, хотя, есть запрет, но дети, вы знаете, они какие, все равно умудряются кто-то хоть как-то пронести, если ежедневно не контролировать, очень тяжело. У меня вот большая просьба к детям. Конечно, мы уже не в том возрасте, когда нас можно будет завервовать, но от этого тоже мы не застрахованы. Никто не может сказать, ко мне это не придет, со мной это не произойдет. Поэтому будьте предельно осторожны. Вот большая просьба, как не то, чтобы даже педагога, а вот матери. Друзья, вас окружают не очень хорошие люди, они специально для этого и работают в этой сети, чтобы вас завербовать, подвести вас к очень плохому. Вот когда вы что-то хотите плохое пожелать, что-то плохое сделать, подумайте прежде всего о своих родителях. Вот я всегда своим детям тоже об этом говорю, своим ученикам. Подумайте о том, что произойдет с вашими родителями, в том случае, если вам нанесут какой-то вред, или вы кому-то захотите нанести вред. Всегда нам говорят, что ислам – это религия мира. Никогда об этом не забывайте. Никогда у нас в нашей религии не было, чтобы кто-то поддерживал убийство, зло. Мы всегда были очень дружелюбные. И вот когда я была в Москве, в декабре на форуме волонтеров, там тоже некоторые сторонились нас. Но они сразу уже смотрят на меня, уже знают, что я не столичная, что я не городская, что я не христианка, не русская, что я мусульманка. И они сразу замечали, и мне это очень обидно бывало. Хотя среди русских были те, которые очень помогли мне. Ну там, вы знаете, добровольцы, они же все такие какие-то чудики. Я вот всегда говорю, что мы чудики. Нам никто ничего не платит. Но мы, тем не менее, делаем добро. Просто так. А просто так добро не все делают. Поэтому, чтобы… Вот вы скоро уже поступите, наверное, уедете за пределы Дагестана. Чтобы вам самим тоже обидно не было. Всегда, какой бы шаг вы ни делали, думайте о том, что мы дагестанцы, что мы мусульмане. Как вы себя покажете, так же будут думать о нас. Поэтому я хочу пожелать, чтобы вы всегда оставались людьми. Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни. И где бы вы ни были, не забывайте, откуда вы вышли. Вот я всегда горжусь тем, что я родилась в Хасайюртовском районе. Что я родилась в Дагестане. Что я живу в России. И у вас, у каждого это должно быть. Потому что вы уже то место, где вы родились, никогда не сможете поменять. А если мы сами не будем гордиться этим, другим это не нужно. Всем мира и добра. Сегодня в Центре традиционной культуры народа России будет проходить семинар-лекция с участием сотрудника Министерства по делам молодежи на тему вербовка.нет. Безопасность сети интернет. Данное мероприятие очень полезно для нашей молодежи, чтобы уже воочию видеослайдов, картинках, видео, которые подготовлены непосредственно с Минстерством молодежи, на примере показали всю пагубность терроризма и экстремизма. Данное мероприятие совместно с отделом АТК, с отделом по физической культуре, спорта и делам молодежи организованное при поддержке Министерства по делам молодежи. Данное мероприятие проходит в рамках профилактики экстремизма и терроризма в нашем районе. Аналогичные мероприятия у нас в предыдущие годы тоже проходили, но были другие темы. Данная тема в первый раз у нас в районе. В дальнейшем уже будем организовывать группу и с выездом в населенные пункты, в школу, в дома культуры, где уже будем доступным образом населению, молодежи показывать данные видеоролики. Мы знаем, что жертвой вербовки может стать любой молодой человек, и чаще те, кто испытывает какие-либо жизненные трудности. С помощью интернета группировки пытаются навязать мысль о том, что мы не защищены и в любой момент можем быть подвергнуты риску теракта. Также опасно влияние интернета на неокрепшие умы молодежи и на людей со слабой психикой. Поэтому не нужно чувствовать себя в абсолютном страхе, нужно лишь быть более бдительным, чем был раньше, обращать внимание на подозрительные предметы и сообщать об этом правоохранительные органы. Семинар совещания прошел очень продуктивно, с пользой для присутствующих в Центре традиционной культуры народа в России района.